Друзья, если вы озадачены вопросом выбора между Sony XBA-N1 AP и Sony XBA-N3 AP, я за вас просто счастлив, потому что вы выбираете между наушниками за 15 и 20 тысяч рублей. Блин, это очень дорого! С чего вдруг весной перед карантином я купил Sony N1 за 15 тысяч рублей, если обычно рассказываю о моделях за 500 или 1 тысячу? Прошлые XBA-A1 AP, которые я купил за 5 тысяч на 5 тысяч подписчиков, спасибо, кстати, каждому из вас и той 1666 людям, которые были уже следующие к моменту записи этого видео. A1 тактильно и визуально приятно улучшают настроение от обладания дорогой вещью. В них объемный звук, которого не было в 80 других моделях, которые я слушал раньше. То есть, объективно, бонус от дорогих Sony есть. Но, как вы помните, в A1 мне не хватало голоса, и они играли наружу, что совершенно неприемлемо. У меня были опасения насчет вот этого кризиса после эпидемии. Я не очень понимал, какой у меня вообще будет доход в процессе всех вот этих происшествий. Была такая мысль, что потратить 15 тысяч рублей на наушники, может, я в ближайшее время-то и не смогу, да? А может, мир закончат существовать. Ну, в общем, я решился, да? Плюс еще была акция на бесплатные кастомные амбушюры. Опа! За M1 дают силиконовые, они такие мягенькие. А за M3 дают акриловые, они плотные такие, прочные. Я взял с собой 20 тысяч рублей. Я это говорю не для понта, потому что это реально самые дорогие наушники, которые я себе смог позволить за все вот это время ведения канала. Где-то года, наверное, за два. Взял 20-ку и поехал в магазин слушать несколько моделей Sony XBA, потому что хотел получить звук вокруг, как в A1, только без проваленного голоса. Оказалось, что модели XBA с не заушным креплением, а с обычным, это всего две модели. Это N1 за 15 и N3 за 20. В Sony XBA N3 AP чуть больше кусающих высоких, как в JBL C100 SI. То есть в половине треков это делает музыку интереснее, но в половине треков они прям кусают уши, и это неприятно. Если хотите, послушайте JBL C100 SI с кусающими высокими и JBL C150 SI, которые звучат точно так же, но в них нет вот этих избыточных высоких. В N3 вроде бы чуть хуже звучит голос, не уверен в этом, может быть показалось, но совершенно точно никакого бонуса, кроме золота в оформлении корпуса нет. Поэтому я решил, что если уж не они, то никакие Sony не круты. Очень скоро будет видео, где я подробно расскажу про Sony XBA N1, затем расскажу про вот эти кастомные амбушюры, стоит ли на них тратить 5000 рублей, насколько это удобно. Расскажу про съемные провода MMCX, это достаточно необычно. И дальше, естественно, будут обзоры новых наушников, видите, они вот так отделяются, и вы можете вместо обычного провода к вашим Sony XBA N1 подсоединить Bluetooth кабель, что мы тоже с вами будем делать. Правда, я его еще не купил, но, в общем, это дело времени. Все, друзья, подписывайтесь. Если хотите, не ставьте лайки, давайте будем более серьезными. Просто присылайте деньги по ссылке под каждым видосом, по ссылке на донат. Все деньги идут на покупки новых наушников для того, чтобы я вам мог рассказывать про какие-то более интересные модели.